Он провел в небе 40 лет, столько же на службе аэрофлоту, профессиональному празднику пилотов гражданской авиации. Мы представляем вашему вниманию сюжет о Викторе Васильевиче Зайцеве. Историю удивительной жизни выслушал мой коллега Никита Панин. Время было февраль, начинали птицы слетаться, знаете сколько птиц? Миллиарды, миллиарды. И вот сидишь, и вам скажут, знаете, какое успокоение, вот сидишь, и такой гомон стоит, знаете, ну гомон птичий, и вот сидишь, и смотришь, смотришь. Над островами Северного Ледовитого океана Виктор Зайцев впервые почувствовал себя полноправным хозяином неба. Впервые стал командиром совсем небольшого, но своего самолета. Полярная авиация научила его летать и подарила массу удивительных впечатлений. Весь Ледовитый океан, и Жохова, и Велькицкого, и Геральда, и на острове Врангеля, где только не было, да, наверное, самолеты, возил собаку, пряжек, эскимосов, всяких, чукти, рыбу, все, что угодно возил. Вот летишь, и так вот сидишь в кабине и смотришь. Один движок работает, и белые медведи кругом идут, прям с тайками. И вот один раз, я смотрю, лежит медведица большая. Ну, наверное, так-так-так-так-так-так, на свою лёте-то летишь. И я говорю, ну окей, я говорю, как-то на неё правоподобно летит. Ну, короче говоря, мы несколько кругов сделали, сели, она родила медвежат, и в природах, видно, умерла. Я забрал двух медвежат, они ещё были слепые, вот такие вот, вот белые. И привёз их на станцию, остров Жохова базировались, такой есть остров Жохова, в Ледовитом океане, мы там жили два месяца. И их выкормил, нашёл, две булки шампанского, соски сделал из варежек монтёрских. Было сухое молоко, и выкормил их. Потом их забрал ледокол, и они говорят, что один в Минск уехал, другой в Питер, в зоопарк. В условиях Крайнего Севера, где ночевать приходилось, завернувшись в спальный мешок, а жить на льдине, таких историй было множество, рассказывает лётчик. Эти годы он называет самыми счастливыми в своей жизни. Тогда же среди снега и белых медведей родилась его первая мечта – совершить самостоятельный рейс в Париж. Неизбыточно, это вообще. Я вам скажу так, что я когда на свой, уже на АН-2, уже летал, был уже командиром АН-2, и когда я садился там, а ведь уже садились Ил-18, АН-12, такие самолёты турбореактивные, большие у нас там, да, и я всегда шёл на них, вот так вот смотрел и думал, ну, наверное, там особенные люди. Там, наверное, их пилотируют особенные люди, потому что я никак не мог себе представить, что я смогу это. Это что-то было такое-то. Ну, кибернетическая машина. Я вообще не знал, что это так можно. Уже через несколько лет это чудо стало для него обыденностью. В 1970 году молодой пилот Зайцев поступил на работу в Аэрофлот. Летал из Шереметьево сначала на Ил-18, а затем на совершенно инновационном на тот момент самолёте Ту-154. Когда я шёл сзади какого-то Боинга, я всегда говорил, что я имею, ну, диспетчер говорил, что я имею очень мощный двигатель, дайте мне набрать высоту, я успею. Потому что у нас, если ты идёшь сзади и должен пересечь высоту впереди летящего, то только на определённом интервале. Если этот интервал не выдерживается, тебе не дадут пересечь. Так устроена мировая система. Я всегда говорил, что я имею very-very strong engines, очень сильные двигатели, и я успею. И успевал. В этом плане машина хорошо вооружена, имеет очень мощные двигатели. Большой потолок полёта у неё 12-100. Этот самолёт вообще дублирован, трижды любая система. Любая система самолёта трижды дублирована. То есть отказала одна система, ещё две работают, ещё две отказала, ещё одна. Вообще, ну, меня, может, Бог мило было или ещё что-то, но у меня, в принципе, ну, отказывали двигатели, садился я в Амстердаме без двигателя, даже на одном садился в Амстердаме. В Шереметьево на двух двигателях садился, но машина прекрасно летает. Ту-154 был рассчитан на хорошего пилота. Средний по тем временам лётчик не справился бы с принципиально новым управлением, объясняет Виктор Васильевич. Понять, к какой категории относится он сам, на тот момент уже командиру воздушного судна Зайцеву, в полной мере удалось в Кабуле, в период афганской войны. Уже сам по себе аэродром, я мало таких встречал, он очень тяжёлый. Он находится в котловане, такой котлован, и внутри аэродром. Система захода начиналась на 7,5 тысяч, вы выпускали шасси, закрылки, всё, и с 7,5 тысяч самолёт начинал заходить на посадку. С такой высотищи, да, такого, практически нигде нету. И в момент захода поднимались 4 военных вертолёта, которые отстреливали тебя тепловыми ракетами, чтобы на двигатель стингеры не шли. Когда если будут стрелять, они же с плечи стреляли, да, манджахеды. Чтобы она когда шла, чтобы она шла на тепловую ракету, и тебя отстреливали. В воздухе стоял гамм страшный. Почему? Потому что везли две связи. Одна связь велась с аэропортом, вторая с военными. В воздухе там не было законов таких, эшелонирования, ещё чего-то. Мог посмотреть прямо над тобой, мог проходить на высоте 50 метров от тебя там, какой-нибудь АН-24 или ещё что-то. Заход был только с одной стороны. Почему? Потому что с одной стороны горы стояли большие, и с одной стороны был заход на посадку, а взлёт наоборот от коры. И поэтому до определённой высоты ты мог заходить. И ниже которой ты уже не мог уйти на второй круг. Почему? Потому что мешались горы. Это вот в плане захода и в плане вылета тоже ты взлетал и по кругу набирал высоту. Вот так набирал, набирал, набирал и уходил. Таких рейсов Виктор Зайцев совершил больше сотни. Был награждён за них орденом Красной Звезды. Но даже когда в его самолёт стреляли, страха не было. Просто не до него было, вспоминает пилот. Каждый раз, совершая взлёт или посадку в Кабуле, все его мысли сосредоточены были лишь на штурвале и приборной панели. Ведь за спиной находились десятки людей. Все военные, которые вылетали оттуда, они ходили за тобой по пятам. И говорят, командир, возьми ещё чемодан. Ну возьми ещё, пожалуйста, ну возьми. И вот я не взял, я просто хочу такой случай рассказать, я не взял у одного человека, потому что я говорю, я больше не могу. Я просто физически не могу. Он обиделся, он воевал, воевал в Кабуле, да, и всё. И вот когда мы, значит, вырулили, я сказал ему, заходи в кабину. Он зашёл, я на исполнительный старт вырулил. Я говорю, ты вот встань вот здесь, за кресло держись и смотри вперёд, как мы взлетать будем. Ну, которого я не взял чемодан. И когда мы помчались, бежишь, и там горы начинают. И вот мы бежим, а он вот так стоит. Стоит, стоит. Теперь мы бежим, 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 бежим. Потом начинаем тихо, тихо, тихо. Ну, чтоб скорость. Чуть её подбираешь, подбираешь. Оторвались чуть-чуть, она медленно уходит. А он вот как вот так стоял, всё садился, садился, садился. Душа, гора-то, надвигается. И он раз и сел. И мы в крен там 50 метров. На высоте 50 метров начинаешь крен. Я раз в крен и вышел. И когда в крен не иду, второй пилот пилотирует. Я ему говорю, пристань, ты чё. Он и стал, говорит. Я говорю, а вот если бы твой ещё чемодан положили бы, вот в этой горе и лежали бы. В подобных ситуациях на счету не только каждый загруженный на борт самолёта килограмм, но и каждый миг, в который необходимо проанализировать ситуацию и тут же принять решение. Малейшая ошибка может стать непоправимой. И, к слову, как раз она, по мнению лётчика, и привела к недавнему крушению Ту-154 в Сочи. На осмысление любой ситуации у пилота-авиалайнера есть лишь 3 секунды, объясняет Виктор Васильевич. Моя иногда профессия, я её иногда сравниваю с скальпелем хирурга. Вот хирург разрезал, он же знает, он делает аппендицит. Значит, разрезал, влево, вправо, вот он аппендицит, обрезал, убрал, да? А в жизни происходит следующее – разрезал, влево, а вправо нельзя. А у тебя ситуация такая, что 3 секунды. Если ты теперь куда-то и пойдёшь – вправо, влево. Если вправо – пациент жив, влево – он мёртв. Вот такая же ситуация в воздухе. Стать лётчиком Виктору Зайцеву, рождённому в семье авиаторов, предписано было судьбой. Как говорит он сам, выбора просто не было. В 49-м году отец привёз нас в комиссар, в Сыктывкар. А там мы жили в двухэтажном доме с двумя подъездами, только одни лётчики. Ну, представьте, меня пацана, которому 5 лет, пригли туда. Кругом папы, лётчики, дети. Все только с самолёта. Если у моряков всё кораблики строят, то у нас всё с самолёта. И всё, это уже было всё решено. Все, как один, хотели быть лётчиками. Следуя за отцом, будущий пилот ещё в детстве облетел почти всю страну. Но закрепилась авиасемья в Лобне. Среднее образование получил в первой школе. Продолжил обучение в Сасовском лётном училище. В 1964 году начальник училища Наприенко Василий Григорьевич с трибуны сказал «Зайцев Виктор Васильевич, вам присвоено звание пилота четвёртого класса». Это вот первое. И нужно было встать и получить пилотское. А у меня ноги не поднимались. Это такое было... Ну, у меня больше счастья не было такого более великого. Самое большое счастье. Это же, знаете, ну это здорово – оторваться от земли-то. Человеку. Есть люди же... Сейчас есть такие люди, которые никогда не отрывались от земли. И все время... Это что-то. За свою лётную практику пилот первого класса Виктор Зайцев не только осуществил мечту, десятки раз успешно приземлившись в аэропорт Шарль-де-Голь, но и побывал во многих уголках мира. Будапешт, Мадрид и Вена стали его любимыми городами. Он был первооткрывателем нескольких авиарейсов. Множество раз на борту своего самолёта возил известных, а иногда неординарных пассажиров. В 1976 году я из Улан-Баттера вёз одну прекрасную даму, которая написала мне «Милый пан Виктор, спасибо за утомительное, длинное, но прекрасное путешествие из Улан-Баттера в Москву». С уважением, Анна Виктория Герман. Один раз я летел в Афины, вышел в салон, прошёлся по салону, и вдруг у меня сзади, я поворачиваюсь, мужчина. Ну, если было мне лет 45, то ему было лет 65. И он мне говорит, извините, пожалуйста, вы командир корабля? Я говорю, да. Ну, это были те времена, это сейчас ничего нельзя. А тогда он мне говорит, может, мне в кабину пройти, жене показать кабину. Я бортинженер, летал на Ил-62 в Домодедово. Я говорю, хорошо, это рано утром. Я говорю, да, пожалуйста. Вот он, дверь открыли, он вошёл в кабину, а сзади жена стоит, и он ей говорит, смотри. И вот она встала вот так вот, посмотрела, кругом тумблёры, тумблёры, всё горит, лама. Она стояла, стояла и говорит, и ты это всё знаешь? Он говорит, да, конечно. Она ещё постояла и ушла. Я выждал ещё, так, примерно минут сорок, снова вышел в салон, подхожу. Он сидит, раскрасневшийся, кругом тут женщина, жена. Он застекулирует, я говорю, он говорит, командир, спасибо. Я, говорит, с утра у неё прошу похмелиться. Она говорит, ну, когда узнала, что я такой умный, она мне сама долила. В последний раз капитаном воздушного судна Виктор Зайцев поднялся в небо в 2003 году. К решению прекратить полёты готовился долго. На земле лётчик продолжил работу в аэрофлоте, обучая молодых пилотов. Пилот должен быть влюблён. Это, вы знаете, недаром же говорят, что мы сродни с моряками, да? Моряка можно вынести только ногами вперёд, и пилота можно вынести из самолёта. Сам он никак не хочет уходить. Но это, такие профессии, это на раз выше даётся лётчику быть. Я, конечно, встречал в жизни, которые случайные люди, они попадаются, да? В любой профессии попадаются случайные люди. Но в авиации очень случайно не приживёшься, пропадёшь. Завершив трудовую деятельность, Виктор Васильевич живёт по примеру европейских пенсионеров. Путешествует по миру вместе со своей супругой. Самолёты же теперь приземляются прямо в его квартире. У ветерана внушительная коллекция авиамоделей. Больше двухсот экземпляров. В своей полной удивительных впечатлений и счастливых моментов жизни Виктор Зайцев сожалеет лишь о том, что заразить своих детей и внуков любовью к небу ему так и не удалось. Никита Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.